Щёлково славят художники. Творческая чета Герман Безукладников и Ирина Воробьёва внесла весомый вклад в культуру не только нашего города, но и всей советской державы. Не одна сотня написанными ими картин разлетелась по всему миру и теперь хранится в музеях и частных коллекциях, в том числе и в Щёлковском историко-кривическом музее, по инициативе которого в доме 29 по улице Парковой в Щёлкове установили мемориальную доску в память о Безукладниковой и Воробьёвой. Мы сегодня сделаем только первый шаг, потому что инициативными гражданами, родственниками в первую очередь, всеми теми, кто знал этих выдающихся людей, мы в этом доме рассматриваем возможность открытия музея-квартиры этих замечательных людей. Они не родились на Щёлковской земле, они сюда приехали, но они прославили Щёлковский край своим трудом. Герман Александрович – заслуженный художник России. Окончив Суриковский институт, нашёл своё призвание в живописи, руководил секцией живописи Московской областной организации «Союзу художников», стоял у истоков создания Щёлковской художественной галереи. Надо сказать, что герман Александрович и Ирина Николаевна были очень актуальными, именно вот слово правильно применяю, актуальными на любой вызов. Строили гидроинтрустанцию в Сибири, они ехали. Строили какой-то там объект, коронник какой-то, они ехали туда. То есть писали герои, то, чего в институте учили, написать вот то, что в стране происходит, то, чем живёт страна. Ирина Воробьёва – заслуженный художник РСФСР. Училась в том же институте, что и без укладников у академика Кибрика в мастерской станковой графики. Её иллюстрации охотно публиковали издательства «Гиганты». Детская литература, «Молодая гвардия», «Советская Россия», «Малыш». Автор уникальной системы многослойной печати с одной доски в технике цветной гравюры на картоне. Мы раньше часто встречались, когда мы жили в Удмуртии. Когда я живу в Удмуртии, она приезжала к своему отцу в гости и учила меня вот этому мастерству художника. Наверное, запомнилось её спокойствие, ну, наверное, вот это больше всего, да, рассудительность. Человек очень мужественный, человек очень целеустремлённый. Она так старшая была в нашей семье, и поэтому мы всегда равнялись она на папу, а мы на папу и на неё. Мы часто достаточно приезжали с детьми сюда. И всегда это было очень интересно. У Ирины всегда была художественная программа какая-то. То есть показ каких-то путешествий, рассказ об этих путешествиях, ну и встречи с друзьями, с её друзьями. В дом 29 по улице Парковой Герман Безукладников и Ирина Воробьёва переехали через 8 лет после окончания Суриковского института. Новая квартира на четвёртом этаже с горячим водоснабжением. Радости молодых не было пределом. После кончины Ирины Николаевны Герман Александрович прожил в этом доме до 1999 года. О новой квартире в Щёлкове Безукладников тут же написал маме в письме. О новой письмо сохранилось, в котором он пишет моей бабушке, своей маме, что, ой, такое счастье. Мы получили трёхкомнатную квартиру. И он даже на листочке отдельном нарисовал этот план. Три комнаты, вот здесь ванная, представляете, горячая вода. И бабушка с дедушкой моей были безумно горды. Мастерская Германа Безукладникова располагалась в доме 16 по улице Комарова, где для него по спецпроекту надстроили помещением. Здесь художник рисовал до преклонных лет. В новой экспозиции о людях культуры на втором этаже Щёлковского историко-кривического музея создаётся раздел, посвящённый чете Безукладникова и Воробьёвой. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok